14 команд, сотни участников и 250 метров полосы с препятствиями. Сначала подъем по ступенькам лестницы у Краевического музея, следом переправа по горизонтальной веревке. Далее по маршруту мышеловки, сборка и разборка автоматов, паутина, интеллектуальная игра военной тематики и стрельба из пневматической винтовки. У нас общая цель, как мы уже длительное время проводим, это развитие патриотического движения. У нас этот проект тоже связан с патриотикой, с военной подготовкой, и ребят в первую очередь к армии, к реальной жизни. И естественно он уже как бы вписался в общий проект подготовки патриотов. Многие, кто прошел школу последнего героя, не остаются в стороне и после окончания карьеры участника. Дмитрий Рябков, к примеру, теперь выступает в качестве арбитра состязаний. Ну безусловно это сложно, но человек без подготовки, ну может пройти, но будет трудно достаточно. Терпи, терпи, терпи! Преодолеть себя, показать, на что способен сам, доказать, что твоя команда достойна победы. Каждый на трассе выкладывается на полную. Кому-то маршрут дается сложнее, другие проходят полосу препятствий довольно легко. Все зависит от физической подготовки. Я не сказал, что так очень трудные этапы, все хорошо, все так нормально. По итогам весеннего этапа определятся команды, которые станут участниками финальной игры сезона 2017 года, которая пройдет с 5 по 12 июля. Артем Петров, Александр Кудряшов, репортер 73.